Всем привет ребятушки с вами, ну кто еще может быть конечно же Вулфинг и вчера я решил себе устроить трехчасовой марафон классных фильмов от классных режиссеров. Но сегодня поэтому я вам и решил рассказать о таком фильме как Грайнд Хаус. На самом деле это не один фильм, это два фильма от Роберта Дорогиса и Квентина Тарантино. Доказательство смерти это работа Квентина Тарантино, ну а планета страха это режиссерская работа Роберта Родригеса. И знаете, после просмотра этих двух фильмов сразу же в одном флаконе, потому что эти два режиссера друзья в обычной жизни, поэтому они решили выпустить как бы один общий фильм. Но на самом деле просто это умный трехчасовой фильм, в котором сразу два фильма просто вставлены и они идут там, между ними только трейлеры все-таки различные, типа смешные, которые должны вызвать у вас улыбку. Но они корректно и вызывают, потому что они там какие-то дебильные, какие-то вообще дурацкие трейлеры конечно. Но по сути дела это должно нас заинтересовать, но он так-то и интересует, главное что эти трейлеры заставляют тебя расслабиться между фильмами и ты ждешь когда же начнется следующий фильм, то есть фильм от другого режиссера, потому что только что ты посмотрел один фильм. Вот знаете, я сейчас даже сам понимаю то, что я сказал огромный набор слов и вы сейчас ни хера не понимаете. Да и насрать честно говоря, потому что это все тупо вступление. Главное о чем я хотел бы рассказать, это конечно же о фильмах, о самих фильмах, вообще мое впечатление, что я считаю, нужно смотреть, не нужно, сейчас все расскажу. Первым фильмом будет «Планета страха». Это режиссерская работа Роберта Дригаса. И я, честно говоря, после просмотра «Планеты страха» остался не то слово доволен. Я остался просто в радостном шоке. Действительно, фильм мне очень понравился. Посмотрев его, я даже не то, что не пожалел, я с ума сошел от того, что фильм действительно классный, действительно веселый. В нем есть прям уморительные сцены, но эти сцены могут понять не все, потому что до этих сцен еще надо досмотреть. И сейчас я поясню почему. Как я знаю, не всем нравятся фильмы такого плана, потому что многие в фильмах ищут какую-то серьезность. То есть они не привыкли смотреть просто безбашенные фильмы, в которых, я не знаю, рассказывается полнейший ад. Как, допустим, даже в том же «От заката до рассвета». В «Планете страха» история очень проста. Есть террористы, которые хотят купить себе вирус. Это доктор один там, который есть, он решил его продать. Но в итоге доктор положил на все хуй. Кстати, этот доктор любит яйца. Мужские яйца. Если, допустим, кто-то... Ну, не буду, не буду рассказывать. Если вы все-таки будете смотреть, вы все увидите. Почему он любит яйца? Вот я вас к чему. Его, кстати, играет Саид из «Остаться в живых». Нормально отыграл. В принципе, мне все понравилось. Роль у него добротно. Но... Вот в итоге этот ученый решил расхерачить свое оружие. И оно выпустило газ. А этот газ превращает всех людей... Ну, назову проще, в зомби. И зомби начинают весь город крошить, жрать. И вот тут начинается рубива. Дальше рассказать не буду. Что и как, по чем, сюжет. Все надо наблюдать. Потому что фильм Роберта Ригиса настолько простый. Насколько это вообще только можно. И поэтому рассказывать о них нет никакого смысла. Надо просто смотреть и получать действительно удовольствие. Теперь расскажу, что же мне очень сильно понравилось в этом фильме. Это, конечно же, визуальная часть. Потому что Роберт Ригис действительно решил снять так, чтобы было все интересно, классно и затягивало. Вообще, сам по себе фильм построен, как будто ты смотришь старую пленку. То есть появляются какие-то фрагментики, поврежденные пленочки. Ну, короче, сделано все стильно, круто и прикольно. Но Планета Страха больше радует тебя. Не вообще визуальным рядом. Хотя и визуальный ряд здесь классно. Не музыкальное сопровождение, а музыкальное сопровождение охеренно просто. А народа актерами. Вот действительно, актеры здесь просто долга. Что не посмотришь, все, блядь, известно лицо. Вот, вот, я много, конечно, фильмов просмотрел. И могу с некоторыми людьми подспорить то, что они могут сказать. Вот этого я, допустим, нигде не видел актера. Но я его видел. Ну, допустим, кто здесь есть? Есть Кайл Рис из Первой Терминатор. Есть секс-машина из От заката до рассвета. Есть старик-мужик из От заката до рассвета 3. Есть мужики из Мачете. Есть мужики из фильма... Не помню, как он называется. Где он играет? Как же он называет? Ой, блядь. Забыл, забыл. С Бэтменом, короче, и как. Вот. Он такой мексикашка, нормальный актер. Много женщин. Есть даже... Блэк Эй Пис, или как он там правильно называется. Вот. У нее там такая попочка, сисечки. Ну, Родригес просто красавчик. Показал ее с лучшей стороны. Она там появляется на несколько минут. Но я не буду говорить, что происходит с ней на несколько минут. Но эти минуты вам точно понравятся. По-любому. Много женских персонажей, которые показывают нам свою грудь. Классно. Все круто просто. Бесконечно круто. Не хочу. Актерский состав просто, знаете, суперский. Отлично для меня. Потому что я фанат таких фильмов. Правда вам признаюсь. Я люблю этих актеров, которые снимаются у Родригеса. Мне действительно интересно за ними следить. Потому что, сами понимаете, актеры, которые ты всех знаешь, ну, всегда будут рады. В этом фильме я, ну, так хочу сказать, чтобы знали. Снимается Брюс Уильс. Снимается Квентин Тарантино. Мне кажется, двумя этими именами можно описать все. Фильм действительно стоящий. Фильм обязательный к просмотру. Главное, что фильм заставит вас улыбаться практически каждые минуты. Он не комедия. Нет, поверьте, он не комедия. Просто этот фильм трэш. Только трэш в хорошем смысле этого слова. Действительно классный. Много отсылок. Сценки, которые можно понять только. Люди, у которых, ну, хорошо развита фантазия. То есть, люди, которые вообще любят хорошее и интересное кино. Не кино про какую-то хуйню полную. А про действительно фильмы, которые вроде сняты по дебильному. Вроде сняты как явно говнище. Но в них скрыта какая-то тайна. Вот это как раз и есть Роберт Радыгис. Он умеет так снимать и Планета Сраха именно про это. Но всех, конечно же, Планета Сраха впечатлила тем, что здесь есть женщина. У которой место на ебалять нахуй. Винтовка. Автомат. Вот это супер. Действительно. Вот сейчас вы можете это увидеть. Вот, видите. Вот эта женщина с автоматом, с гранатометом. Крошит все право налево. Зомбаков мочит. Кровища летит только. Фильм охуенный. Все. Я ничего не хочу рассказать. Обязательно смотреть Планета Сраха. Лучше посмотреть ее отдельно. Потому что сейчас я продолжу рассказать свое мнение. Планета Сраха это для людей, которые хотят получить, посмотрев веселое кино. Кино, которое будет вас радовать просто положительными эмоциями. Поэтому Планета Страха, а для тех, кто любит отличнейший трэш, кто любит мачете от заката до рассвета. И вообще, если вы ни разу не смотрели вообще трэш от Роберт Эдригеса, обязательно посмотрите. Ну не понравится, ну не судьба, ничего не говорю. Я не хочу вас заставлять смотреть. Просто мне очень нравится. Если вы хотите посмотреть, посмотрите. Обязательно не пожалеете, скорее всего. Я лично так считаю. Так что радуйтесь. Ну конечно же, если вам есть 18 лет. Потому что рейтинг у фильма плюс 18. Опять цветовая схема. Полно это насрать. Следующий фильм у нас на очереди, это, конечно же, работа Квентина Тарантино. О чем же у нас будет работа Квентина Тарантино? Работа Квентина Тарантино это доказательство смерти. Доказательство смерти. Как раз об этом фильме я хотел бы поговорить, знаете, не столько больше подробно, сколько просто хотел бы высказать свое мнение. Потому что фильм тяжелый. Не знаю почему, но для меня он смотрелся как-то больно нудно. Я не привык смотреть работы Квентина Тарантино именно в таком плане. Потому что я всегда считал, что Квентин отличный режиссер. И я не говорю, что это плохой фильм. То есть, доказательство смерти, хороший фильм. Хороший, но он имеет, знаете, какую-то такую черту больше как работы любительской. То есть, скорее всего, у Квентина не было огромных денег. Хотя в этом фильме снимается Курт Рассел. В этом фильме много снимается симпатичных девчонок, которых любой парень захочет чпакнуть. Но это другая-другая история. Вообще, о чем фильм доказательства смерти? Фильм, я даже не могу рассказывать о чем фильм. Потому что если я расскажу, я заспальдирую все, что можно. Просто я говорю к тому, что, наверное, все-таки не стоит смотреть фильм доказательства смерти. Да, фильм хороший, но знаете, после планеты страха доказательства смерти кажется просто унылым говном. Я не говорю, что это уныло говно. После планеты страха, потому что планета страха задала высокую планочку, планку веселого экшона, зрелищного фильма с шутками, прибаутками, подъебами, подколами. И тут резко такой спад идет на доказательство смерти, потому что фильм серьезный. Да, фильм сам по себе построен как юмор над многими другими фильмами, потому что он так, знаете, просто вообще до нельзя. Вот один из самых простых фильмов, которых я смотрел. То есть здесь сюжет и вообще просто нет. Здесь очень маленькая такая история, которая растянута на полтора часа, но которую, в принципе, интересно смотреть, потому что все актеры играют достаточно хорошо. Особенно мне радует Курт Рассел, конечно, сам Квинтинг Тарантино появился в этом фильме. Другие актрисы, которые впечатляют своими актерскими мастерствами. Но главное, кто радует, конечно, Курт Рассел, то, что здесь главную роль он занимает, за ним прикольный интерес смотреть, увидеть старичка в деле. Хотелось бы, может быть, конечно, и в неудержимых, но все-таки в неудержимых Курт Рассела никто не зовет. А может, он и сам не идет, я, конечно же, это не знаю. Но все-таки фильм «Доказательство смерти» нужно смотреть только любителям фильмов Квинтином Тарантино и отдельно не связывать «Доказательство смерти» из «Планеты страха». То есть, если вы решите посмотреть два этих фильма, их можно скачать по отдельности каждый, потому что «Грайт Хаус» это просто как отдельно франшиза, которая вышла как в отдельный фильм, он так вот его просто соединили, может, проще для проката, не знаю, для чего так сделали. Но каждый фильм можно посмотреть в отдельности, поэтому я вам советую посмотреть сначала «Планета страха», а потом, может быть, там через 2-3 дня посмотреть «Доказательство смерти». И тогда все встанет на свои порядки, и «Доказательство смерти» вам тоже покажется хорошим фильмом. Действительно фильм хороший, стоящий, посмотреть можно. В нем есть и поучительная часть, и часть того, что нужно делать, того, чего нельзя. Короче, фильм действительно стоящий и интересный. И что я хочу в итоге вам сказать. Фильм «Грайт Хаус», ну и как бы тяжело назвать это фильмом, к просмотру, конечно же, обязательно, но я советую вас смотреть в отдельности, по отдельности, точнее, эти два фильма. «Планета страха» можете включать смело, вы точно получите удовольствие. Фильм классный, фильм бодрый, экшовый, все дела, красочный, главное, титечки, попочки, все присутствует. «Реньки 18+,» сами понимаете, «Кровища рекой», просто фильм классный. «Доказательство смерти» тоже хороший фильм, но смотреть я его советую через 2-3 дня. Вот это такой итог. А что я могу сказать, ребята? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируем, рассказываем друзьям, и хватит задавать мне вопросы. Вулфинг, где обзоры? Где обзоры? Ребят, обзоры будут, обзоры будут летом, скорее всего, к осени выйдет, точнее, будут постоянно выходить, потому что летом появится свободное время, сделаю вам большой запал на обзорчики, чтобы на месяца 2-3 у меня все было прописано, сами понимаете, работы много, времени нет, поэтому я вас сейчас радую такими роликами. Конечно, такие ролики, скорее всего, будут выходить всегда, потому что формат очень легкий, и вам, кстати, он тоже нравится, поэтому мне легко рассказывать о фильмах, вам интересно, и мы оба, точнее, наши обе стороны остаются довольными. Ну, я не знаю, ребят, мне кажется, я все сказал, ждите следующих моих выпусков программы «Просто мнение», ждите программу «Мнение новинку», ждите обзоров, ждите «Зарубаем», летсплеи, скорее всего, больше никогда не выйдет, потому что, ну, просто они не нужны, скорее всего. Хотя, в принципе, если продолжится обзорики на трешечок, то обязательно на летсплеи тоже будут выходить, потому что «Зарубаем» — это чаще всего проект, который выходит не на раз, и не на два, то есть это нормальное видео. Вопрос, кстати, еще задают, где наложим штанишки? Наложим штанишки, отложим в ящичек. Я к нему, конечно же, вернусь, «Дэдспейс» ждет, «Дэдспейс» хочет. Тяжело мне было выдержать график каждую пятницу, поверьте мне, вроде вам кажется, что легко, сел, записал и нас порадовал. На самом деле, нет, надо повторить и эмоционально быть готовым к тому, чтобы раскрепоститься. А сами понимаете, ночью тяжело уже быть, потому что зачастую дни проходят долго, ты за эти дни устаешь, потому что много работы, и в итоге не остается сил даже на то, чтобы ролик записал. Я как-то попытался один раз записать, но получилось полное дерьмище, поэтому я не хочу этим заниматься. Ну, как бы не хочу. Нет, заниматься-то, конечно, хочу. Ролик будет продолжаться выходить, наложим в штанишке следующую часть, потому что прохождение там остынет до сих пор, просто как-то не получается. Пока, ждите, все скоро будет. Насчет других моих проектов, не знаю, ребята, все возможно, все возможно. Лето длинное, возможно, запишу парочку выпусков, а руки-то помнят. Возможно, запишу программу ни о чем. Да много что есть в планах, ребята. Посмотрим, как получится с реализацией. Ну, а это все, да, ребят, действительно, это все. Наверное, все, что вам надо сделать, я уже сказал. И, наверное, пока, да, ждите новых выпусков, чего-нибудь там. Скорее всего, скоро расскажу вам о трилогии фильмов Гол. Да. Классные фильмы, но все-таки, как я уже так посмотрел, трилогию запорол третий фильм, но это уже другая история, и история, которую я, скорее всего, вам расскажу просто мнением. Давайте, ребятки, пока. Продолжение следует...